Видео социология научного знания Виктора Вахштайн с постнауки. Социология научного знания это крайне популярная область социологических исследований в 70-80-е годы 20 века. Собственно, у нее есть довольно давняя традиция. Социология науки отпочковывается на каком-то этапе от социологии знания. Социология знания это, конечно же, древняя традиция социологии объяснять знания социально. Это нам завещали еще классики нашей дисциплины. Очень древняя. Очень древняя традиция, конечно же. Прям невероятно древняя, да, 19 век. Собственно, начали, конечно же, с религиозных мифов. И Мильдергейм показывает, почему у некоторого... Считается многими философом, по-прямому. Но он не узкоспециализированный социолог. Заметим. Опять же, важно понимать, что социология как знания с философией тоже возникла. Племени именно такая космогония, именно такое представление о мире. Да, вот у него есть семь сторон света, а не четыре, как у нас. Потому что само поселение имеет круглую форму. Семь кланов, которые составляют это племя. Каждому соответствует определенный сегмент круга. И потому именно так воспринимается мир, именно такова картина Вселенной, именно такой способ ориентации в этом мире, говорит Дюргеем со ссылкой на антропологические исследования Мосса. Потому что именно так устроена их социальная жизнь. Объяснять через социальную морфологию, через строение сообщества, через какие-то жесткие социальные структуры культуру, в частности, знания, как часть культуры, это, собственно, первая концептуализация в социологии знания. А позднее Макс Шеллер, который, собственно, является... Ну, я не считаю, что правильно так поступать, но социология по-другому поступать, по сути, и не может. У нее такое предметное поле. Ну, вот так вот получается. Ну, сводить все к социуму, это, конечно, ну, та еще шиза, по сути, если вот так вот говорить. Это правда, неправда, ну, непонятно. Но социология, так же, как и биология, биология все сводит к биологии. Также и социология все сводит к социологии. Биология пытается все редуцировать непосредственно к биологическим каким-то, в общем-то, процессам. А социология к социологическим. Тут, получается, тоже один небольшой, кстати, интересный конфликт. Этот конфликт заключается в том, что... А что первично, биология или социология? Ну, такой... Ну, именно не биология, как жизнь, как животное, а наук, дисциплина, биология, понимаете? Просто проблема в том, что очевидно, что с точки зрения социолога дисциплина биология возникла в социуме, в определенном обществе, в определенной культуре, и все это обусловлено социально. Да, тут же сразу получается вопрос, а насколько тогда биология объективна, если она возникла таким вот интересным образом внутри общества, и она, ну, скорее всего, не объясняет нам какие-то неоспоримые, бесспорные истины, скорее всего, эти истины так или иначе обусловлены обществом. Такой конфликт может получиться у биологии и социологии, например. Основателям социологии знания откажутся от жесткого дюргеймовского социологизма. То, что интересно, еще и Шиллер здесь же, ну, тоже очень философский, философствующий персонаж, невероятно философствующий. Но сохранит его пафос, нам нужно, говорит он, создать социологическое объяснение производства того или иного типа представлений о мире. Ну, приведем короткий пример, на секундочку, миф о Вавилонской башне, мы все помним, да, то, что они строят башню до небес, и, конечно... Ужасающие ничто пишут, разве обусловлено несовокупностью и биологических, и социальных факторов? Вы знаете, в чем еще проблема? Что-то можно и культурологически объяснить, можно свести все, и социально, и биологическое к культуре. То есть здесь дело даже не в том, в чем это реально обусловлено, а в том, что есть конфликт многочисленных интерпретаций разных сторон. Ну, и есть такие, вот знаете, попытки типа, ну, а давайте-ка все попробуем объединить. Это и биология, и социология, там, и культура на самом деле. Ну, вот это сведение обычно делают люди, которые ничего особо не понимают ни в биологии, ни в социологии, ни в культурологии. Это тоже, как бы, чаще всего нужно учитывать. Ну, или как минимум понимают что-то только в одной из этих дисциплин. Ну, вот так вот это работает. Конечно же, возникает вопрос, а зачем было смешивать языки? То есть почему именно такой тип наказания соответствует именно такому типу проступка? Если мы обратимся к тексту, мы увидим, что древние иудеи строят не просто башню, а шем, ориентир. Они выбирают некоторую точку отсчета и возводят там башню высотой до неба, что, и в этот момент включается социолог знания. Если мы примем во внимание тот факт, что именно для этого племени пространство является абсолютно плоским диском, строительство Вавилонской башни является абсолютным ориентиром. Это точка, которая будет видна с любой поверхности этого диска. А потому что что они делают? Делают они просто в гордыне. Клевая выдумка. Ну, то есть, смотрите, трактовка явно в духе каких-нибудь аллегорических трактовок христианства на самом деле. Ну, то есть ты берешь и выдумываешь ту трактовку, которая тебе удобна с точки зрения твоей социологии знания. Круто. Дело в том, что они пытаются центрировать пространство. Господь не хочет центрирования пространства, и потому разрушает не только башню, но и то, что, собственно, обеспечивает связанность коммуникации. Язык. Язык и башня, оказывается, связаны в этом нарративе исследователя, который показывает, что все это имеет смысл только при условии, что для автора текста пространство представляет собой плоский диск. Мы должны понять, что это за автор, из какой космогонии он исходит, и тогда мы сможем объяснить тот или иной текст. А что тогда первично? Социология или космогония? На ранних этапах формирования социологии очень сильно, на самом деле, работают на социологию знания. Уже позднее они создадут им жесткую альтернативу. Однако социология знания развивается. Макс Шеллер утверждает само словосочетание в качестве легитимного. Появляется Карл Мангейм, который уже, собственно, самый яркий представитель этой дисциплины в первой, третьей, двадцатого века. И там есть довольно любопытные смещения, когда появляется Мангейм. А для Мангейма уже абсолютно очевидно, что знание, как некоторые когнитивные феномен, должен объясняться социальным. За исключением единства. Почему? Кстати, реально почему? То есть, может быть, некоторое знание можно объяснить социально. Но что такое социально вообще объяснять? Ребята, вообще нужно понимать, что такое социально, что такое социум, что такое общество. Где бы пальчик? Покажите мне пальцем, пожалуйста, на социум. То есть, номиналистическую проверку социум не проходит. Это не то, на что можно указать пальцем. Не то, что можно потрогать, не то, что можно увидеть. А что такое социум тогда? Некая абстракция, наверное, получается. И как эта абстракция в таком случае существует? И каким образом эта абстракция влияет на людей? Или это не абстракция, или это просто обозначение некоторых связей человеческих. Но в таком случае это тоже какой-то неконкретный термин, абсолютно абстрактный. Поэтому мы должны с ним тоже, видимо, и бить дело. Что это такое, как бы, получается? ...знание научного. Там действует то, что позднее будет названо принципом орациональности Лаудона. Принцип орациональности гласит, что социологическое объяснение знания должно ограничиваться иррациональными формами знания. Например, мифами религиозных. Круто. Ну то есть тут еще забавно, что попытки вынести науку, ну и может быть философию за пределы обсуждения социологов. Ну то есть наука не социальна, типа. То есть, представляете, наука не социальна, друзья. Вот так вот. Наука не... Все остальное социально. А вот ученые, они молодцы. Они как бы вышли за пределы социальности, социального. Вот такой подход был. Действительно. Интересно. ...космогоническими представлениями, обывательским здравым смыслом. Но там, где в дело вступает научное мышление, там, где мы имеем дело с рациональными законами... Тут еще, опять же, понимаете, в чем проблема? Рациональная, научная, бла-бла-бла-бла-бла-бла начинается. А проблема еще в том, что философии. Много философии, и так или иначе рациональных, ну, не иррациональных, так скажем. И много типов различных рациональностей. Что с этим делать, тоже непонятно. Но их обычно часто тоже трактуют социологически. Нам не нужно социологическое объяснение. Нам не нужно знать, какой политической партии принадлежит шахматист, чтобы понять, почему он сделал этот ход. Нам не нужно знать, каково классовое происхождение физика, для того, чтобы понять, почему он открыл именно этот закон. Но проблема заключается в том, что физика, как определенная такая вот дисциплина, которая прорастает только из европейской философии. Именно в европейской философии потом формируется такая научная дисциплина, как физика. И потом она под определенным законом, которые были заложены ранее традиционно, продолжает развиваться. И в итоге получается то, что получается. Интересно. Я думаю, Вахштайн просто дальше это раскроет и покажет, что сейчас немного другие подходы к этому. Потому что он сейчас, например, объясняет какой-то крайне примитивный подход, который относится к науке. Как к золотому тельцу. Сам Вахштайн, как я понял, относится к ней социологически. И он готов ее проверять. Что тоже очень важно. И он в этом смысле интересный человек. Вот. А мы сейчас просто обсуждаем и задаем вопросы к более-менее таким традиционным социологическим теориям. Вот там, где рациональные формы знания самообосновываемые и самозаконные. Сунады пишет. Александр, как читать книги, чтобы не уснуть после 40 минут? Можно почитать книгу 40 минут, уснуть, проснуться, потом еще раз почитать, потом 40 минут еще. И так до бесконечности. Форман, это как раз то, что составляет предмет социологии знания. Ну, есть интересные книжки. Это раз. Которые можно просто вообще очень много читать, зачитываться и радоваться. Какие же они прекрасные и замечательные. А есть книжки, которые, да, действительно тяжело читать. Ну, можно читать в дороге, в пути, не знаю. Что угодно. У вас много вариантов. Где угодно вы можете читать. Можете специально пойти в библиотеку. Потому что там куча задротов, и они будут вас стимулировать, то уж читать. А вот там, где... Сунады, это смешно, да. Вы дошли до чей доты. Какой-то сбой, где иррациональность, где нет науки. Там уже социолог знания отрывается по полной программе и объясняет, почему возникает именно такая мифология, именно такая космогония, именно такой здравый смысл. Понятно, зачем это нужно Мангейму. Этот теоретический ход позволяет ему спасти свою собственную социологию знания из-под удара. В том числе, да. Потому что если мы начинаем изучать с помощью таких вот критических методов, с помощью которых изучаются религии различные, сами науки, тяжело. Ну, то есть, получается, действительно противоречие. Потому что сами науки, они тоже социальны. И еще следующее противоречие следующего уровня. Социология тоже социальна. И базируется, получается, на тех же самых принципах, что и те самые иррациональные, социальные херовины, которые вот предвергаются критике, там обсуждаются, систематизируются, показываются, как это знание получается. Вот эти вот формулировки с вот этим вот, вот с Вавилонской башней, вот этой вот, которая в абсолютно плоском диске. Все же понятно там, да. Проблема в том, что если мы будем обсуждать также рациональные методы познания, научные, включая научные, ну, тоже становится все понятно с абсолютно той же степенью и абсолютно той же критичностью. Весело. Я люблю, кстати, поэтому социологию, психологию и такие штуки, которые против науки оборачиваются, ну, вот только так. И против себя самих, кстати, тоже. Потому что если любое знание можно объяснить социологически, то первое, что он должен сделать, это социологически объяснить свою собственную социологию знания. Да? Да, это было бы очень логично. Но избежать этого парадокса как раз, ну, понятно, почему хочется. Она должна быть самоприменимой. И тогда Мангейм должен сказать, да, я венгерский еврей, который уехал туда-то, туда-то в таком-то, таком-то году. Именно поэтому я создаю именно такую теорию социологии знания, а не другую социологию знания. Что моментально лишает ценности все, что он говорит. Да, 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 да. Все верно. Потому что, будучи примененным к самому себе, да, мы сталкиваемся с так называемым парадоксом релятивизма в социологическом объяснении знания. Ему нужен этот принцип о рациональности. Ему нужно вывести из-под удара свою собственную концепцию. Опять же, проблема еще заключается в том, что всякие вот эти вот просвеченческие движения, ученые, шмученые, вот эти вот прекрасные люди, они любят уводить из-под удара саму науку. Вот как бы, когда я пытаюсь разбирать науку, религию, философию, как бы все одновременно под ударом, под одинаковым находится, и это как бы нормально. Просто нормальное состояние такого моего исследования. Когда человек там в биологии вдруг начинает рассуждать, ну там же это религия, это все ерунда. А когда про свою науку начинается речь, ну нет, ну у нас тут кости, смотрите, какие кости, нет-нет-нет, все объективно, все хорошо, мы все делаем, все круто. Вы просто ничего не понимаете, не шарите в нашей науке. Но вот во второй половине 20-го века социологи, с ними иногда такое случается, они прочитывают Витгенштейна. Мой коллега Андрей Кожанов утверждает, что Витгенштейна они на самом деле не читали, что на самом деле, конечно, они прочитали Питера Уинча, который пересказал им Витгенштейна в духе Рабиновича напел. Но это уже не имеет на самом деле значения, потому что начинается поворот к практике внутри социологии знания. Возникает сразу две школы, одна так называемая Батская школа в английском городе Бас, это связано с так называемой второй волной исследований науки именем Гарри Коллинза. А вторая возникает в Шотландии, где Дэвид Блур и Барри Барнс пишут замечательную работу, связанную с перформативностью. Начинается другое направление, которое позднее, благодаря Блуру, будет названо сильной программой в социологии знания. Собственно, напротив чего возражают две эти школы. Вот Роберт Мертон, говорят они, отличный исследователь институтов производства знания, коллективного производства научного знания в том числе. Но когда Роберт Мертон предлагает свою социологию науки, он следует конвенциям социологии знания. Он объясняет научное знание так, как его объяснял бы Карл Мангейм. То есть никак. Он объясняет... Кирилл Ким. Так вспомню вчерашнего Панчина, он увел все к проблемам социологии, экономики и составления учебников. Но не биологии, там все идеально, как и в просвещении этой дисциплины. Ну да, да. Тут понимаете, в чем проблема. Сейчас социолог будет доказывать... Ну не знаю, что будет Фахштайн сейчас делать, но он в принципе уже довольно-таки грамотный человек, насколько я вижу. И это хорошо, но при этом это ничего не значит, что сама социология является полностью легитимной, и что ее нельзя, например, подвергнуть сомнению. Вот в чем дело. Он объясняет социальный контекст бытования знания в повседневном обиходе. Он объясняет то, почему именно так происходит институционализация одних наук и не происходит институционализация других наук. Но он принципиально избегает объяснения самого содержания знания социальными фактами. Понятно почему. Мертон очень хорошо понимает, зачем Мангейму понадобилось это решение, почему нужен принцип орациональности. Мы объясняем социологически только нерациональное знание. Но, говорят они, это неправильно. Нужно начинать вторую волну в исследованиях социологии и науки. Эта волна, кстати, позднее получит обозначение SSK. Но оно гораздо шире, чем просто вторая волна. SSK – это Sociology of Scientific Knowledge. Опять же, тут возникает еще ряд проблем. А можно ли называть наукой те дисциплины, с помощью которых можно критиковать науку? Причем радикально критиковать, изучать ее как социология научного знания. Это не является ли дисциплинами, которые лежат за пределами науки и которые на нее смотрят, иногда используя прото-околонаучные методы? То есть, формально говоря, метод социологии отличается от метода физики, биологии и прочих дисциплин. Единственное, что роднит социологию, в большом таком смысле. И физику – это то, что они находятся в академических разных структурах. Это университеты, институты, академии и так далее, и так далее, и так далее. Вот во всех вот этих вот вещах они находятся в одном и том же месте. Ну, собственно, то же самое роднит науку, любую с философией, например. То же самое. Уже много лет философия обитает в тех же самых местах. И тут единственный, наверное, такой показатель, который их радикально сближает. Хорошо это выражает прочитанный социологический Витгенштейн, который призывает социологов, он не призывает, но они так понимают его призыв, изучать саму практику производства научного знания. Как это происходит здесь и сейчас, как это происходит в конкретном социальном контексте, как это происходит благодаря тому, что эти люди именно здесь, именно в такой коммуникации создают нечто, что потом будет признано физическим законом. Или законом эволюции, или чем-то еще. А это означает, что мы больше не можем останавливаться, доходя до границы, например, естественно-научного знания. Мы должны объяснить социально все, включая то, почему именно этот конкретный ученый, именно в этой конкретной лаборатории написал именно эту конкретную формулу. И дело не в том... Да, ученые, ну, как бы, плевать на естественные испытатели. Здесь, да, вопрос о естественных испытателях, это уже как бы третий вопрос. Как Вахштайн правильно заметил, основной вопрос в том, как социология будет изучать социологию. И в том числе вот этот, тот самый следователь, он является тоже. Должен сам себя изучать, получается. И это тоже довольно странно. Сейчас давайте по качеству сделаем получше. Ну, то есть здесь круговое такое противоречие сразу включается. Ну, почему качество упало? Сейчас, друзья. Глаз виден. Хорошо. Вот, я поймал себя. Аккуратно. Вот это, собственно, есть сильная программа в социологии знания, которая связана с ССК и второй волной в исследованиях научного знания. Это означает, говорит Дэвид Блор, что Мангейм был прекрасен, но мужество оставило его. Да, замечательная фраза. Проблема в том, что не его мужество оставило, а в том, что это, ну, адекватно так поступать. В том плане, что вот вы находитесь в одной системе. И не критиковать членов этой системы, ну, в принципе, всегда было нормально. Медвижская горилла спрашивает. Александр, а есть ли некий способ понять, какой метод познания предпочтительней и превосходней? И как понять, что научный метод предпочтителен или, наоборот, религиозному откровению и платонизму? Вообще, очень интересно, что вы разделяете эти методы все. Ну, то есть. И не разделяете научный метод. Просто, опять же, что мы называем наукой, это тоже крайне интересный и замечательный вопрос. Вот математика это наука или не наука? А что она изучает? Что в реальности она изучает? Покажите мне цифры, плюсы, минусы, деления и так далее, и так далее. Их в реальности нет. Соответственно, социология. Что изучает социология? Общество. Покажите мне общество. Пальца моего тоже в социальности нет. Что изучает физика? Физика изучает элементарные частицы. Ну, например, это один из предметов исследования физики. Покажите мне, кстати, тоже элементарные частицы. Их тоже нет, но, да, получается, тоже интересно. Опять же, при том, и все эти дисциплины, математика, физика и социология пользуются разными методами. Еще и гуманитарные науки, они там еще тоже рядом, они тоже разными методами пользуются. Что из этого научный метод? Еще есть еще технические науки, там, где мужики просто что-то делают, какие-то технические устройства, своеобразными, в общем-то, методами, которые отличаются от научных. И это тоже как-то работает. Методрическая горилла, а в каком виде общество есть? У него есть субстанция какая-то, это платонизм получается, если оно субстанционально, если это вот что-то реально существующее. Нет, Кирилл Ким, просто вот общество, а как оно есть? Какое у него бытие? Что в нем существует? Что в нем присутствует? Как? Так, мы можем сказать, что общество это совокупность индивидов, например, но это не значит, что оно есть. Ну, то есть термин может обозначать то, чего нет, например. Совокупность, ну, в смысле совокупность? Мы как-то с друг с другом там, не знаю, вот так связаны руками? Мы такая большая человеческая многоножка, может быть, состоящая, не знаю, из миллиардов людей? Вроде бы нет. Нет, мы как бы такие вот отдельные такие единства. И не всегда мы как-то эффективно взаимодействуем друг с другом. Наше взаимодействие происходит по очень странным законам, не физиологическим. То есть не то, чтобы даже с законом, но как мы с друг другом взаимодействуем? Как мы друг другу помогаем? Это же все так виртуально, по сути, получается, ну, если так подумать. У нас это не физиологически, не физически происходит. Единство мы здесь обнаружить, ну, с большим трудом можем. Там такое вот абсолютное единство. И обобщение вот это вот, странное. Она просто заставляет концептуализировать мужество в социологии знания, да? Он доходит до границы собственного... Ну, просто методически говорила, примите как минимум то, что общество — это абстракция. Все. Это самое такое более-менее нормальное объяснение. Мы можем сказать, что общество есть субстанциональность, то есть оно реально каким-то образом существует, у него есть какие-то там законы, но это уже мистика получается, это марксизм, там вроде бы там все, общество работает по законам диалектики, оно заменяет абсолютный дух собой, оно такое клевое, там у него свои законы есть крутые, которые реально существуют в мире, но это уже что-то более такое вот идеалистическое. Чем ближе к идеализму, всяческим таким вот вещам, мы тем ближе, тем больше мы можем постулировать существование этого общества в реальности. То есть антологию общества даже можем разбирать. Содержание знания и останавливается. А надо объяснить социально, почему именно закон сохранения энергии возникает именно здесь и именно таким. Да, кстати, согласен здесь с Вахштайном. Надо объяснить социально, почему пастер именно таким образом открывает микробов. Надо еще объяснить, почему люди утверждают, что общество существует. Например. Почему утверждают, что такая вещь, на которую нельзя указать пальцами, которую можно, ну, постигнуть только с помощью размышления. Почему она возникает? Каким образом этот термин возникает вообще? Здесь не обошлось без Платона, я, кстати, считаю, как минимум. С его идеалистическими трактовками, обобщениями, потом история с универсалями всевозможными в средние века. Все это вот прошло. Потом, в общем-то, да, благодаря ряду мыслителей, в принципе, приняли умеренную трактовку между номинализмом и непосредственно универсализмом. И у нас получилось, что эти самые универсали, они, в принципе, могут существовать в голове. И они, в принципе, адекватны. С их помощью можно описывать множество интересных вещей. Ну, это история философии Европы, в общем-то, западного мира. Ну, как бы, здравствуйте, да, мы живем в определенной культуре, которая проповедовала вот такие вот взгляды, в которые произошли те или иные философские события, которые повлияли на развитие в том числе науки и в том числе науки социологии. И поэтому у нас, мы можем, в принципе, вернуться в средние века. Отмотаем, давайте время отмотаем, забудем все, что потом произошло. До свидания, все, что произошло потом, как бы. Все, нового времени нет, ничего нет. Мы возвращаемся к спору универсалистов и номиналистов. Здравствуйте. И, допустим, я сейчас буду отстаивать концепцию, позицию номиналистов. Ребята, а где общество? Как мы можем объединить в единый термин вот эту вот общность, вот этих вот всех людей? Что это такое? Где? Вот смотрите, вот я здесь сижу один. Может быть, между нами какие-то невидимые красные нити где-то находятся. Нет, я просто не вижу. По-моему, я вот единый такой организм сижу, и все. Вот номинально, вот, вот, Шадов. Номинально там метрическая горилла где-то. Он сам на себя может показать, потому что мы тоже с ним как-то виртуально связаны. Вот. Есть Шадов, есть метрическая горилла, есть Кирилл Ким, есть Сунаде, который там, да, Зон что-то заказал Ленина, ответил, что сломает любого коммуниста в два счета. Зон, да, храбрый мужик. Есть Плага, мы все как бы есть. Но что это значит с точки зрения номиналистического подхода? Ничего, что нет, никакого общества, по сути. Есть просто единичные персонажи, и все. Дальше это каким-то образом описывать не имеет смысла, в принципе. Такие постуниверсалии, можно сказать, вроде общества, но они могли возникнуть только в определенной культуре. И это наша культура. Вот так вот получилось. И это отчасти, да, могло бы сойти на некую такую социологию научного знания, и научного, и философского в том числе. Надо объяснить социально, почему именно в это время, именно этот физический закон получает статус непреложной истины. Блур формулирует несколько принципов сильной программы. Во-первых, то, что знание и его развитие должно объясняться каузально. То есть социология знания в сильной программе, в версии сильной программы, это чуть ли не естественно научная дисциплина. Нужно найти факторы, которые определяют формирование именно такого типа знания. Во-вторых, то, что... Кирилл Ким, то есть с какой точки зрения стоит описывать именно процессы взаимодействия индивидов? Да, и что это вообще за процессы взаимодействия индивидов? Притом социология, понимаете, это не та дисциплина, которая изучает вот типа... Я такой, как обезьяна, иду, бью там по лицу кому-то, у, там синяк у него, фингал, взаимодействие. Прямо единственное видимое физиологическое взаимодействие. Социология изучает вот такие вот, знаете, вот такие вот, фух, такие вот воздушные, 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 воздушные взаимодействия. Например, кто-то что-то кому-то сказал, кто-то что-то от этого почувствовал, и так далее, так далее, так далее. Вот эти такие вот виртуальные взаимодействия, идеальные взаимодействия она изучает. И что это вообще значит? И как это формирует общество? Ну, такое себе. Медвижская горилла. По поводу социологии знания. Стоит ли академический консенсус принимать за истину на данный момент, пока он не изменился? Ведь каждый не может разобраться во всем. Доверие эксперта неизбежно. Ну, избежно. Я не доверяю экспертам. Все. Как бы, все отлично. Вы можете не доверять экспертам. Без проблем. Притом, вопрос заключается в том, каким экспертам можно доверять, каким нет. Какой эксперт? Эксперты разные. Причем разные по методу, разные по средствам, разные по утверждениям. И одни эксперты, ну, например, что-то нам про историю рассказывают. Но от того, что я знаю историю или не знаю историю, по сути, ну, ничего толком не меняется. А другой специалист-эксперт вам лекарства советует? Ну, наверное, этот эксперт все-таки принимал участие в лечении таких же вот болезней, как у меня, допустим. И он действительно может посоветовать что-то хорошее. В этом смысле этому эксперту, наверное, имеет смысл довериться. Эксперт, который говорит нам о, не знаю, о том, что, не знаю, стандартная модель физики, абсолютно верная истина, супер все доказано, вообще бесспорно. Не надо даже в этом сомневаться. Все, все. Просто вот доверься этому, доверься этому эксперту. Такому эксперту доверять не нужно. Но, скорее всего, он ошибается. Даже в рамках физики, и многие физики даже это признают, кстати, ну, вот просто потому, что многие споры могут вестись на данный момент о том, насколько легальна эта вот самая модель, потому что она вступает в противоречие с ОТО и так далее, и так далее, и так далее. Что из них верно, что более верно, какие еще теории можно приложить для решения той или иной задачи физической в данном случае. То есть, все очень сложно. Кому, когда, в чем доверять, и так далее, и так далее. Трудно. Принципиально разные. Причем, в практике, понимаете, действительно есть критерии. Ну, лекарство, оно либо работает, либо нет, либо в какой-то степени все-таки работает. Ну, Кирилл Ким правильно сказал, да не многие физики, а все, скорее всего. Ну, хотя я с ним здесь не согласен, поскольку все-таки есть у разных физиков предпочтения. Ну, то есть, все-таки имеются какие-то предпочтения, и какой-нибудь физик может вам сказать, что да нет, все-таки все, стандартная модель, на самом деле все нормально было придумано, надо только некоторые вот вещи там откалибровать, и все будет хорошо. Вроде бы, как есть согласие по некоторым вопросам у некоторых физиков, но не у большинства согласен, что не у большинства. Истинные формы знания должны объясняться общим типом факторов, да, радикальная симметрия, нам абсолютно все равно относятся ли эти типы знания к религиозным мифам или к представлению нейрокабернетиков о том, как развивалась эволюция. Мы должны объяснять абсолютно одинаково, как антропологи объясняют космогонию аборигенов, так же мы должны объяснить те писания, которые они публикуют в журнале Nature, делают вид, что это и есть наука. Далее продолжает Блур описывать их рефлексивно, иными словами. Медвежская горилла пишет, так ваша профессиональная деятельность так или иначе связана с критикой науки экспертов, а почему она связана с ними, потому что я в том числе работаю с продвижением философии, в том числе. И пытаюсь продвинуть, так скажем, специалистов и профессионалов из философии, получается. Обывателю-то это зачем? Например, какому-нибудь бизнесмену некогда и не особо надо сомневаться в консенсусе об... Да, действительно согласен, но этот же бизнесмен, ему без разницы, какому консенсусу придерживаться. Консенсусу феноменологов, физиков, биологов, социологов, не знаю, психоаналитиков, бизнес-тренеров и так далее, и так далее, и так далее. Ему вообще без разницы, какого консенсуса придерживаться. И в этом смысле здесь идет такая вот, понимаете, мировоззренческая борьба, и в этой борьбе я бы хотел, ну, немножко повлиять на то, чтобы, ну, наука не была здесь супер-монополистом. Потому что именно монополия — это вредно. Метрическая горилла, эволюции, такому человеку лучше же довериться биологам. Почему? Какая разница? Какая разница этому человеку, как произошел вообще человек, ну, обезьяна, человек и остальные? Какая разница? Ну, то есть, действительно, какая ему разница? Не знаю, от Бога там он, от Адама, не знаю, от Пуруши произошел он, какая ему к черту вообще разница? Он занимается вообще такими странными делами. Большинству людей, которые занимаются практическими вещами, даже медикам, им чаще всего плевать, откуда произошел человек. Даже медикам, понимаете, даже медикам, которые вроде бы с телом, с биологией имеют дело непосредственно. Но они с ней, с этой биологией таким образом имеют дело, что они могут и не верить в эволюцию. Что тоже очень примечательно. И многие биологи, не большинство, но многие, многие не биологи, многие врачи не верят в эволюцию. Тоже это известный факт. А почему мы должны доверять именно научному консенсусу? Медвижская горилла. Почему? Почему заранее такой ответ доверяет научному консенсусу по биологии? Почему? Почему вы не хотите довериться православному консенсусу? Или исламскому консенсусу? Медвижская горилла. Почему вы не доверяете исламскому консенсусу? Заметьте, что, кстати, Васил, который, ну, действительно хороший грабутый человек в этом смысле, он и науку как бы продвигает с одной стороны, и с другой стороны и православие. Но он, на мой взгляд, по крайней мере, он не часть, так скажем, нашего православного такого консенсуса. Понимаете, в чем дело? Его мировоззрение в целом отходит от стандарта и трактовки, которые по большей части присущи православным. Тогда к какому консенсусу-то лучше доверять? Мы должны помнить, говорит он, но сам никогда этого не делает, он только говорит о том, что мы должны об этом помнить, что то, что мы придумываем, должно быть применимо к нам самим, а наше собственное... Горячо. Горячо, но из этого возникает жесткое противоречие. Релятивистская социология знания должна быть понята в тех же категориях, в которых мы используем для объяснения, например... Это жестко, и это практически подрывает доверие к этой социологии. Плага спрашивает, почему вообще Вахштайна допускают на пост науку? Он же около антисиентистов. Нет, даже близко он не антисиентист, он довольно-таки адекватный исследователь в данном случае. Я, по крайней мере, вижу, что он не слепой фанатик науки, что уже хорошо, как Панчин. Панчин, например, вообще слепой фанатик науки, ему вообще плевать. Вахштайн, он хорошо знаком с философией, с одной стороны, что дает... Ну, вообще, социологи, видимо, неплохо знакомы с философией, но они не так давно от нее отделились все-таки, но бывает, да? Не так давно им все еще приходится как-то отчитываться перед философами и как что-то брать у философов до сих пор. Вот. Вот эта вот, понимаете, база, вот эта вот оценка, вот эта вот привязка к философии, вот как раз и получается, что выводит его на некий такой вот более интересный уровень, чем, например, того же Панчин. Ну, Панчин, типа, ну все, человек произошел от нашего общего предка, вообще никаких вариантов. Сунады, понимаете, в чем проблема? В европейской культуре, в нашей, толковые солипсисты, кто это вообще, что это такое? У нас это Беркли. И то Беркли не солипсист. Самый известный около солипсист это Беркли. То есть, лол, как бы. Притом человек не является солипсистом. Все, в истории философии больше таких крупных, больших, интересных солипсистов я не помню. Может быть, это вообще байк такая, знаете. Я действительно просто не знаю таких вот хороших, влиятельных солипсистов, которые оказали бы большое влияние на историю философии. Ну, почитайте Беркли. У Беркли хорошая концепция. Он критикует материю. Но при этом он не солипсист. Но мира при этом нет материального, нет. Есть только восприятие, которое душем передает бог. При этом, да, Беркли даже среди душ не один единственный. Он там бог. Бог есть и души, и он. Он среди душ, получается. Сергей, приветствую. Приветствую. Смотрим дальше Вахштайна. Физиков, химиков, биологов и так далее. Вот это и есть сильная программа в социологии знания, которая очень сильно связана с изучением естественных, естественно-научных лабораторий. Появляется удивительная работа Энди Пикеринга, тогда еще молодого Энди Пикеринга, ученика Гарри Коллинза, о кварках, как социальных конструктах. Уф, как горячо. Люблю социологов. Я все больше люблю социологов. Если бы у них общества, правда, не было тогда, тогда было бы вообще круто. Если бы они не пытались все социально объяснить, тоже было бы круто. Но понимаете, это просто еще один способ поддеть так на оку. Если вы, например, софист, как я, то вам такие подходы, ну прям, ну очень хорошо зайдут, потому что, ну, блевать, что я не верю в социологию, но я могу использовать эту социологию против науки. И у Панчина будет гореть просто все. Кварки, на самом деле, это социальный конструкт. И эволюция социальный конструкт. Эволюция, это само собой социальный конструкт. Господи, я приду, я прям предугадываю, что ты скажешь. Представление биологов о человеческом теле, это настолько социальный конструкт. Да. И, в общем, вот этот принцип о рациональности, который... Уф, уф, горячо. Это серьёзно, это очень горячо. Какое-то время спасал от социологов знания нормальные науки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смешно. Он окончательно рушится. Социологи идут в лаборатории. Да, но проблема, да, действительно, в Медведическом Горелии заключается в том, что социум социальный конструкт, социология социальный конструкт, и Виктор Вакштайн социальный конструкт сам по себе тоже. В лаборатории к биологам, к физикам. Сергей спрашивает, а ты в эволюцию веришь? Потому что мне рассказывают, что эволюция это научный факт. Действительно в современности очень модно называть эволюцию научным фактом. Может быть с точки зрения науки она доказана довольно прилично и действительно множество факторов так или иначе указывают на то, что эволюция могла произойти. Но я вижу некоторые возможности, которые могли бы эту теорию отменить. То есть я представляю себе необозримое поле возможных событий, которые могли бы нам показать, что нет. То есть получается, что нет этой самой эволюции по некоторым методам, по некоторым таким подходам. Мы можем сделать такие допущения, в рамках которых все будет соответствовать имеющимся фактам. Раз. Но при этом эволюции как таковой не будет. Именно вот этой эволюции, которая миллиарды лет длилась непрерывно, существа там превращались постепенно друг в друга посредством изменения своих генов, посредством мутации это все происходило, еще посредством какого-то там, не знаю, естественного отбора, который тоже непонятно где существует. И существует в виде как раз такого тупо социального конструкта. Ну вот так вот. В эволюцию в прямом самом смысле я не верю, но допускаю, что она могла произойти. Правда, ну у нас машины времени не было, мы миллиард в миллиард лет назад не перемещались. Там миллионы лет назад мы не перемещались. Какие-то мужики, которые исследуют кости и в общем-то слои земли, однажды заявили, нифига себе, у нас эволюция есть. Потом, ну, ДНК это подтвердили. В ДНК я ничего не понимаю, честно говоря. Аргумент к ДНК для меня, ну, ничего толком не значит вообще в принципе. Поэтому, ну, я здесь вообще ничего не могу судить. А вот эти вот слои земли, да, в которых он находит разные ископаемые по слоям, ну, это такой слабый аргумент в пользу эволюции. Аргумент к зародушу, слабый аргумент в пользу эволюции. Ну, зародуш, ну, подумаешь, он меняет свою форму. Бывает, как бы. Как угодно это можно попытаться объяснить, но ученые объясняют таким образом. То есть очень, много очень косвенных аргументов. И один из самых прямых это ДНК. Ну, в нем мне бы, наверное, надо было очень хорошо разобраться, чтобы сказать, ну, истина, не истина. Надо было бы стать исследователем этих самых ДНК. Так, Шадов сейчас станет поклонником Вахштайна, ибо тот ему сейчас 10 тысяч методов накидает. Да нет, на самом деле, социологии все давно было понятно, понимаете, в чем проблема. Вахштайн просто реально смелый, потому что внутри науки все это говорить, это очень круто. И на большую аудиторию тоже. Боб Дарвин. Жалко, что не Чарльз. Извините, что не по теме. А какие русские философы сильно повлияли на мировую философию? По-моему, никакие. Ну, Айн Рент, может быть. Многим не нравится Айн Рент, но она, наверное, очень сильно повлияла. Достоевского я философом не считаю, Толстого я тоже философом не считаю. Они как писатели повлияли. По большей части. Сергей вот пишет верно. Согласен, думаю, вообще раньше могло бы быть так, что по-другому законы работали. Но дело в том, что в науке заранее прописано, что не-не-не-не-не. Законы всегда работали одинаково. И на всех территориях, на всей Земле, по всей Вселенной все эти законы работают приблизительно одинаково. И поэтому мы можем все это проследить, посмотреть, сделать какие-то выводы. И все очень просто, все хорошо. И дело даже не только в Боге. Ну, ладно, Бог. Ну, ладно, Бог, да. Это вообще супер, как бы, теория. Просто Бог берет, создает вот существа с такими вот генами, создает Землю с такими вот слоями и создает все вот так вот, как оно есть. Это, ну, прям, ну, очень просто. Понимаете, в чем еще большая проблема заключается? В том, что отсутствие эволюции можно попытаться объяснить естественными допущениями. С переменами законов постепенными, с чем-нибудь там еще, как-то это все покрутить, посмотреть как-нибудь под другими углами и прийти к тому, что эволюции на самом деле нет. А то, что ученые считали эволюцией, ну, вот такой социальный конструкт действительно получается. Без допущения богов. Ну, да, Айн Рен, понимаете, она не то, чтобы в России много там была, так-то. Поэтому, ну, да. Они не очень многое понимают из того, что делают физики-химики, хотя надо отдать должное в батской школе в основном физики. С другой стороны, Сергей Галдин правильно, так естественные допущения бога не отменяют. Да, и это, кстати, еще все сложнее делает всю вообще ситуацию. То есть, вообще, возможно, бог, он как бы и не вмешивается в ситуацию. Поэтому и ученые правы, и христиане правы, и все вокруг правы, и все хорошо, и мы живем в такой современной европейской прекрасной идиллии. Ну, это очень тяжело представить, что это так, но у кого-то получается, правда. Да, Достоевский оказал влияние на философию, но где его философские тексты, пожалуйста? Чтобы назвать его философом, каким-то трактатом, вроде там, не знаю, науки, логики. Покажите мне у Достоевского. И тогда я скажу, да, хорошо, окей. Хорошо, окей. Притом, давайте, да, Достоевского рассматривают как протоэкзистенциалиста. Давайте на экзистенциализм посмотрим, кто там по преимуществу. Писатели. Во многом там писатели. Знаете, кто спасает экзистенциалистов, друзья? Феноменологи их спасают, потому что именно феноменологи ведут серьезные философские исследования. И иногда можно сказать, что вот этот экзистенциалист был еще и феноменологом. Например, Жан-Поль Сартер. Он владел как, с одной стороны, феноменологическим методом, так и пытался в экзистенциализм, в общем-то, нырнуть. И в целом у него получилась довольно-таки неплохая, зрелая и сложная концепция. Мерло-Панти тоже в таком же духе работал. Но, наверное, с уклоном больше на феноменологию. Записки из-под поля не являются философским текстом, потому что там сюжет есть. Друзья. Мы вообще не имеем права каким-то образом, понимаете, к прозаическому тексту относиться как к философскому. Потому что в прозаическом автор может писать для публики. Не от своего имени, не от своего мнения, не выражая свои концепции и позиции. В этом проблема соотношения художественного произведения и произведения философского. Философское, ну, как бы, подразумевается, что мы пишем некую правду от себя, то, что мы думаем. Да, и Хайдеггер действительно открещивается от того, чтобы его называли экзистенциалистом. Все правильно, метафическая горилла, все правильно. Но там все сложно. Там все сложно просто. Это социально. Так говорил Заратустра, получается, тоже не философский текст. Отчасти нет, нет, не философский. Тоже в этом проблема. У Ницше есть другие тексты философские просто. Как вы понимаете, Ницше, Ницше, Ницше сложнее. Ну, Сергей, окей. Окей, 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 все хорошо, действительно. Я думаю, я не претендую на истинность высказаний, но ввиду схожести разных организмов и законов, думаю, что Бог все же запустил, и чисто его энергии все поддерживается. Ибо Бог источник. Не исключено. Кстати, уже у христиан, уже у Аврелия и Августина есть непосредственно концепция, согласно которой, в общем-то, зерна, вот эти потенции, вкладываются в живые существа, и они постепенно развиваются. Вы не поверите. Конечно, там непонятно, он эволюцию предсказывает или не эволюцию, но Августина легко можно применить на эволюцию. Тоже интересно. А если эволюция управляет неестественный процесс, как это говорит нам биология, ну, получается, теория эволюции опять снова неправа. Только уже немного в другом смысле. Ну, то есть, факты, да, описывают правильные события, животные действительно менялись, но если мы глубоко будем копать, окажется, что ряд позиций окажется просто неверными. Ну, вот здесь он очень храбро говорит, потому что это очень на философию похоже. Цунадо, это вопрос, наверное, не ко мне, потому что я не нитшанец. Ну, например, Ежи Сармат указывает на Фридриха, не помню какого, в общем, указывает. Вроде бы да, вроде бы да, но я не помню, чтобы Нитша об этом писал в своих философских текстах. Мы не знаем, что такое законы природы, но мы знаем, как они пишутся физиками, химиками и биологами. У Дэвида Блура и замечательная иллюстрация этого, так называемое исследование альтернативных математик. Он показывает, как математика, на самом деле, будучи очень локальной формой знания, тесно связанной с культурой, с культурными особенностями, с определенными конкретными практиками, решения каких-то определенных задач, да и самими практиками постановки этих задач. На самом деле страшно отличается не только... Понимаете, в чем еще фишка сомнений? Ну, мы, например, можем сказать, ну, окей, хорошо, науки сомнительны, ну, а социология тоже получает сомнительные, мы сомневаемся в том, что говорит Вахштайн, и на самом деле, ну, биология, там, не знаю, физика, это все тоже истина. Мы можем усомниться в позиции Вахштайна, что вообще можно их адекватно изучать, что вот эти вот гуманитарии, социологи, тоже на самом деле дураки, и все. По разным регионам мира, потому что африканская математика, конечно же. Вот там методическая горилла, ужасающе ничто, тебе написала про эволюционный креационизм. Он есть. Отличается от английской математики. Но она отличается даже от разных математических... То есть ситуация вот с этими вопросами, она очень сложная. Я здесь не специалист в данном случае тоже. В человеческих школ, говорит он, посмотрите, например, на противостояние пифагорейского и платоновского понимания числа. А позднее другой яркий представитель социологии знаний, Стив Фуллер, например, покажет, каким образом спор доминиканцев и францисканцев повлияет. Цунадо, ну на самом деле, понимаете, в чем проблема? Вы пишете, что эволюция никак не опровергает христианство. Вот такая штука. Тут как подходить к христианству? Ну то есть мы... Как подходить к трактовке к Библии? Если мы берем Ветхий Завет и буквально трактуем то, что там написано, все, ну то есть тут несоответствие, определенное чистое противоречие наблюдается. И следует заметить, что вот эти вот моменты Библии очень долгое время трактовались буквально. То есть какие-то аллегорические трактовки книги бытия, они... Это, ну не очень ранняя вещь получается. На развитие технологии несколько столетий спустя. И что особенно важно, это не только то, что математика локальна, но и то, что будучи локальной, она в какой-то момент, да, то есть культурно обоснованная, культурно опосредованная. Она в какой-то момент может создать свою собственную культуру, назвать ее универсалистской, отделить от тех культурных паттернов, которые дали ей начало, и сделать вид, что она абсолютно универсальная форма знания. Ну просто понимаете, в чем еще проблема? У христиан есть и буквальные прочтения аллегорические. Ну, то есть, вот так, интересно. Вот к этому стремится социология научного знания. Она стремится показать, что... Просто христианство, ну, часто тяготеет к рационализации самого себя. Ну, то есть, противоречить каким-то популярным, модным, философским, научным таким тезисам тоже как-то вот не с руки становится. И поэтому оно подстраивается, подстраивается. Ну, на самом деле, да, знаете, вот это было аллегорией, друзья. Аллегорией было все, ну, все. И вот эта вот штука, вот этот ковчег, да, который невозможно построить, ну, да, она тоже была аллегорией. Тем более, ну, какой один мужик мог построить ковчег, в котором бы уместилось вдруг несколько, не знаю, миллиардов, там, триллиардов видов. Все они вместе, вот, ну, да. Как один мужик, вы, бог его построить? Непонятно, непонятно. Ни одна из форм знания, и особенно наука, не является не только привилегированной, она не является свободной от социального. Она изначально по самому... Ну, наука вообще, в принципе, да, это групповое коллективное знание, получается. Ну, как бы, это тоже понятно. ...то ему содержанию, а не только... Ну, это, ну, это как бы даже тетка, она в прошлом видео говорила, и я думаю, она далека от социологии. ...внешнему, экстернальному контексту является социальным конструктом, социальным творчеством, социальным производством. Любопытно, что вот эта очень радикальная социологическая мысль, эта очень радикальная линия рассуждения в социологии уже через 10 лет сменится предельно консервативной... ...сергей, так эволюции же не было, как их могло быть меньше? Их должно быть даже больше, может быть. ...защитной риторикой. Происходит это, потому что вот эту область изнутри взрывает один автор по имени Брюно Латур, и вот тот поворот, который он совершает, прокравшись как шпион в стан виргенштейнианских социологов знания, это то, что кладет, по сути, конец сильной программе всего через несколько лет после ее провозглашения. ... Субтитры создавал DimaTorzok